Субтитры сделал DimaTorzok Здесь еще кофемашину делать, она вся обсыкается Здесь нужно каркас сделать, потом столешницу, это все украсить Чтобы еще было где сидеть, рабочие все места, это охренеть, что сколько делать Ждем Илюшу Когда вернется, обещал, обещал, на прошлой неделе, обещал, что будет в прошлый вторник Ну, я примерно то же самое и слышал Только вот придется в одну каску это все пилить, что делать Так или иначе, дорогой друг, поскольку Георгий Александрович наконец-то ремонт длиной в год подошел к своему логическому завершению У меня остались кое-какие строительные материалы, возможно вам это будет полезно в рамках драпировки Это что такое? Это что-то Я понял А что еще есть? А вот это вот МДФ нижний от кухни, но поскольку кухня не всегда у нас получается с первого раза Согласен У строителей не подошло, но штука хорошая, кстати, влагостойкая, может выжить Так, ну и от дверей, вот это тоже можно как-нибудь драпирнуть В рамках всего этого Ну что-нибудь, да, замутим Еще одна деревяшка Вот все деревяшки, деревяшки это хорошо Они обработки хорошо Плинтус порожек О, это вообще идеально, переходик сделаем где-нибудь красивый Ну, еще одна досочка Ну, давай, 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 хоп Только пообещай, что ты не будешь меня троллить, тогда я тебе покажу Так, а тут все видно, как на женщине, понимаешь, эти мимические морщины, вот эти движухи А их видно же с возрастом Короче, смысл в том, что после зимы Гэль потихонечку начинает превращаться в музей под названием Мир Коррозии На самом деле все больше и больше, вся эта штука прогрессирует По всей площади, по всем аркам Плюс следы эксплуатации И, дабы не дожидаясь перитонитов, здесь тоже он уже под герметик начинает идти Правда же говорят, что Мерседесы гниют Видишь, здесь как отколотило Ну, что-то как-то он быстро сдает позиции свои Ну, он старенький, что ты от него хочешь Ну, вот, я же про то уже Что он не особо-то и старенький Но все же Нет, ну, у нас, давай так, у нас что сыпет на дороге? Херню какую-то Да, здесь, короче, такая вот фигня В общем, мы приехали сдавать Гэля в малярку, чтобы все это подкрасить Потому что я искренне считаю, что лучше это решить на стадии зачаточной Как бы это ни прозвучало Так сказать, сделать небольшую эту пластическую операцию Фейслифтинг, да Чтобы потом не делать аборты там или роды или все в этом духе Короче, ну и здесь все то же самое В общем, по низу он весь такой А в частности, по крыльям, по аркам А им головы, знаешь, когда пластиковые стоят Там то ли не видно, то ли не пескострует Но... То ли под ними гниет Или... Но на нищебродных комплектациях так Короче, Гэля мы сдаем в Еврафта на покраску Сейчас будем разбирать, смотреть Но есть еще один нюанс Какой? Я предлагаю назвать эту серию Немцы кричат о помощи Ты не поверишь, я тебе сейчас расскажу такую историю И причем с пруфами, с доказухой, с винномерами Это очень интересно, потому что в Германии Кончились запчасти на Мерседес Нам написал немец-подписчик Сейчас все расскажу Чтобы не быть голословным, я тебе даже голосовуху дам послушать Реально, ситуация патовая Человек купил сыну в Германии 209-й кузов 2003-го года С непосредственным впрыском Непосредственный впрыск у него отъехал В рамках датчика на топливной рейке Поставляется, да, вся эта херота в сборе И немцы говорят, что мы эту запчасть больше не производим От слова совсем Остаток на складах должен быть какой-то Все, найн, нету Я тебе отвечаю, и тачка у нее стоит уже 2 месяца Поэтому мы сейчас дойдем до Паши До нашего запчастиста Будем ему клевать мозг и узнавать, где мы достанем это в Россию Причем сами, вот этот сам дилер Мерседес в Германии Сказал, попробуйте поискать в России Когда такое было? Ну это странно на самом деле Но у любого автомобиля есть свой срок службы И производитель весь срок службы автомобиля Должен производить запчасти Абсолютно с тобой согласен Как так может быть, что нету запчасти? Сэшка, 209 годом, 2003 года, все Ну это так творится ли на самом деле Павел Александрович, нам нужны запчасти Сейчас мы колоссально, раз мы пострадаем ради наших подписчиков И нам нужны запчасти А водички вам не надо? Надо, надо, вот есть, да А, укрой не надо А, ёпта, в натуре нет Ни хрена себе вы водопойцы Зато покушать оставили Сейчас самое время похрумкать, да? Да, да, без запивола Слорит Словика зовут Джейкоб Он мне написал, я ему сказал, что никогда не поверю, что в Германии нельзя найти запчасти Я говорю, хотя бы в турках, в автохаусах Он говорит, нет, вот голосовое Вот так вот я тоже думал Купил сыну машину И вот она уже сейчас 2 месяца у меня стоит 2 месяца, я ношусь С больницы, с больницы, с больницы по автохаусам По больницам, я попадаю в больницу По всем широтам, по всем туркам, по всем По всем широтам, по всем туркам Все, обзвонил, да, ну абсолютно Мацедес говорит, о них больше как запчасти у них нету Что только не попробовал Вот в ebay там наподобие и было Там что-то, я им написал А там, видимо, простой впрыск, они непосредственно Они мне написали Найдите, попробуйте найти в России И как-то вот то, что мне интересно, да, то, что он сразу написал такое Но я смотрю ваш канал Мы здесь садимся каждое новое видео Ты понял? Я понял, но если смотрят всей семьей Если мы говорим про запчасти России, то это Паша Паша, у нас есть ВИН-номер, у нас есть номер запчасти Надо посмотреть, найти, можно с помойки Давай сначала посмотрим, есть ли новые в России запчасти, например, сколько стоит? С разборки С разборки, простите, да, да, да Но сначала давайте посмотрим новую Уважительнее, а то не будет ничего Ой, все, началось понимать Короче, ВИН сейчас скажу Так, вот он серебристый, дата производства 29.08.2003 Непосредственный впрыск 2 литра Так, посмотрим на деталь, которая должна быть новой Деталь больше не поставляется Здесь даже написано черным по белому Больше не поставляется, а почему? Потому что шеточка одноразовая Кончилась все, и все В смысле? Садец не мог сделать одноразовую машину В смысле? То есть человек купил машину 2003 года, которая в принципе нормально работает Она у него крякнула, причем она крякнула не где-нибудь в Албании, не где-нибудь на Кубе Она у нее крякнула в Германии И немцы не могут продать ему гребаную топливную рейку, датчик Да Потому что их нет? Нет Давайте посмотрим на помойки На разборки, простите, разборки, да Давайте посмотрим на разборки Вот номер И вот его у нас даже никогда и не было Нет запчасти, нет тачки Все Представляешь, Ром? Человек купил тачку в Германии У него кончился датчик на непосредственном впрыске И он не может его купить Ни в Германии, ни в России даже теперь Представляешь, сейчас бедолаги, у которых вот эти вот компрессорные Они с непосредственным впрыском как напряглись 209-й кузов, прекрасно Остается только один шанс, это хохлы У них все есть, как в Турции Нет, вообще они славятся Теслами, насколько я знаю Кто? Я не думаю, что никто, естественно, тоже что есть Турки? Турки? Турки, кстати, в Германии очень сильно славятся В своих автохаусах, мерседесами Надо искать связи в политехническом университете, мне кажется Они, мне кажется, могут сделать все, что угодно И мерседесы смогут сделать Ну, по сути Нет, здесь вопрос в другом Здесь вопрос в том, что как бы человек просто купил тачку и попал Она превратилась максимально просто в металлолом Ее остается только взять и отвезти другом в автохаус Понимаешь, все, и за датчика Потому что тачка больше не может ехать Ну, вот так люди, видишь, это мы тут, значит, есть, знаешь, там, на раритетах Которые пытаемся из-посредственной машины 2003 года У которых сошки, а за них это старая уже тачка, у них 3 года и нафиг Оперативно разобрали-то, я могу сказать Стоит отвернуться Уже разобрали Еще бы часа на разборке это было Не хотелось бы рано ему еще туда Так, что мы здесь видим Ну, в принципе, не так все и плохо, как могло было бы быть Там же темно, что там видишь А я подсвечиваю Видишь, лайфхаки Отсвечиваю? Да, что у нас под порогами нормас Как бы здесь, видимо, нам потребуются Какие-нибудь фирменные оригинальные наклеечки Рено и Ниссаны не сильно отличаются Так, если секунды Абсолютно Так что Так, что нам еще надо Нам нужны прокладочки на фонаре, скорее всего, а то опять утонем Зачем нам это нужно Уже тонули Хватит Ну, здесь пока еще не утонули Само по себе не может не радовать Где утонули? Утонули там, с той стороны, где блок Было дело Ты уже не помнишь, ни хрена Ты же сам блок приносил Да? Ну, это было давно Это был год назад А владелец Мерседеса должен страдать регулярно С такой погодой Не понимаешь, что было тяжело Слушай, нет, сейчас хорошо, что жарко Хоть покрасим будет нормально Погода идеальная для того, чтобы что-нибудь покрасить Например, Мерседес По Пескострую Че? По Пескострую, в горы киша Ну, конечно Так ему лет-то сколько? Дороги у нас какие? Отечественные Лет ему много Дороги у нас плохие Трофей, да, лет много Налоги большие, дороги плохие Не, налоги, кстати, маленькие Чего у него лошадиных сил-то полторы лошади? Бах, и новый день В общем, подготовка идет полным ходом Зачищена Ржавчину убрали Думали, здесь вот так вот отделаемся Размоем, но нет Нашли тычок И теперь все крыло тоже Был не только утопленный Но теперь еще и крашеный Значит, здесь как бы все выдрали Здесь все огонь Ну и по той стороне Олег, слушай, а как будем передние крылья целиком валить, да? Тут тоже ржавчина была, если помните А? В размыв В размыв? А покуда? Чтобы стыковалось дверью получше Цвет не ушел Здесь оставляем родной А тут размываем Где-то вот здесь его, да? На этой плоскости А ну вот тут ребрышко даже есть небольшое Переход Короче, теперь когда буду продавать В базе будет, что крашено Четыре элемента Если я правильно понимаю Надо зафиксировать Что это чисто Косметика А то потом скажут Георгий Александрович не только Вот топленника продает Но еще и отколоченного Ну и здесь тоже тычок был Немножечко подшпаклевали Как-то так Но Герметик вроде огонь держится Шовный, который здесь не пострадал Поэтому Я думаю, что все будет держаться и работать Мерседес должен быть красивым Олегович, когда покрасим? Я думаю, что сушится завтра Завтра? Ну плюс день на арматурку Короче, еще 1-2 И можно будет забирать А, а насосик, который Этот самый, на омыватель фар Придет через 5 дней Молчание Нормально Я пока на Тесле, все хорошо Нравится 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 Нормальная тачка? Что говорили, говно Офигенный гыль Что это у нас тут с интеркулером? Да нет, все нормально Все нормально Живи Бесчувственная немецкая железяка В общем, гыля открасили Соответственно, передние, задние Арки, крылья Выглядит все это примерно Вот таким вот образом Ну, хорошо Коррозия дальше должна не пойти Присутствует главный цензор по покраске Это Илюша Мутный Я прошу вас попросить вас Осмотреть автомобиль Уже, уже И вопрос Что скажете про автомобиль? Автомобиль Хороший автомобиль Хороший автомобиль Свет попали, покрасили хорошо Герметик на месте Ржавчины не будет Броней надо заклеить Обязательно Обязательно А теперь можно вопрос От всех наших очаровательных подписчиков Какой? Где ты был два месяца? На насильственном лечении В Кащенко Чего? Психиатрическая больница А какой диагноз? Душевное расстройство В связи с чем? С экологической обстановкой С виду ты не скажешь Так и залечили Ладно, гуля будем собирать завтра Пусть подсохнет Потом полировка Короче, всех приключений Еще на пару дней Расскажите ваши впечатления Так сказать Врачи и персонал То есть Что вы испытывали Как прогресс шел лечение Потому что мы скрывали это От наших очаровательных подписчиков По той простой причине Что есть вещи Которые объективно Должны оставаться за кадром И такую вещь Сейчас мы их решили осветить Сейчас мы их решили осветить Потому что История хорошо закончилась Понимаешь? Если бы история закончилась плохо Ты должен был остаться В глазах людей Как эталон Ты и остался А не спрашивают Где Илюша А сейчас ты бодр Здоров Цел Орел Да? Надо делать Ситроен Кстати Кстати, да Я его оглядел Отфотографировал Так И я так понимаю Нам нужно пойти В кузовной участок Спешу заметить Мы уже здесь Так или иначе Для того чтобы Ситроен вернулся Опять в свое привычное русло Вернулся обратно на дорогу Я не понимаю Нахрена тебе это нужно Потому что тачка Во прежнем помойка Но так или иначе Надо делать Тачка огонь Надо делать Александр бля Подогнал мне ее А теперь мне деваться Уже некуда Короче так или иначе Сейчас мы проконсультируемся Насчет стапеля Какая прелесть Он такой же крепкий Как вот эта машина Да Да Абсолютно такой же Абсолютно такой же крепкий Поэтому он так и смялся Он на сотки вошел в стол Не ну хозяин остался жив Все нормально Да Ничего не лезть к этой машине Так или иначе Короче Нам бы посчитать 4007 бежу Все в одном кузове Абсолютно все одно и то же Что 400 300 300 300 300 800 Вот это говно И вот то говно Она все одно и то же Это одна и та же самая Абсолютно машина Они вообще не креативили Что? Можете и на работу устроиться Куда? В Евроавто Представляешь Сам все сделаешь Вакансии Вакансии открыты Вот я вот серьезно говорю Господа Значит в Евроавто Требуются специалисты Телефон вы сейчас Видите на экране Надо тебя сводить Я не знаю возьму Тебя со справкой или нет Но не у всех наших подписчиков Есть справки Что они побывали в Кащенко Это ты у нас Животное священное Тебе можно А как бы Если вы не бывали в Кащенко И хотите работать в Евроавто Телефон для записи На собеседование Вы видите на экране И ссылочка тоже будет в описании Ищутся сотрудники На СТО По всему Петербургу Большая сеть Евроавто Рекомендую Может подашь заявочку Сразу сам все сделаешь На стапеле Была мысль Здесь запчастей много Опять же На складе На том Ну Я никогда Честно говоря Не любил французские автомобили Я тоже Никогда На второй год Воле судьбы У меня появляется Французский автомобиль Открывает Стоп Ладно Илюш Главное Тебя подлечили А значит мы все сделаем Это не страшно Подушечники у нас есть Стапель у нас есть Мы просто сейчас приехали За более подробными фотографиями Надо все отфотографировать Чтобы плюс-минус оценить И как бы уже тащить его на стапель Как-то так А ничего тут страшного нет Абсолютно Ну подрамник До свидания Ну это ладно Подрамник новый уже Это все фигня Где Вот самое страшное Вся беда вот здесь Вот Ровно здесь А да кто фигня Так я что и говорю Ты больше прочитаешь Это дернется Это поправится Просто развернуть его Нужно по оси На 30 градусов Крутануть Это вытянуть и все Ну в общем да И красится всего два элемента Тачка огонь Кто ей привода отрезал? Обмутки Которые разбирали ее А ее вот так разбирали? Да ее так разбирали Блядь Ну это конечно очень жестко Просто были Были хорошие привода Хоп и их нет Ну они не были хорошими Палки согнутые были Потому что Судя по всему Вот этому А именно палка и сломала А ну если так то ладно Рейка есть Подрамник есть Привода уже новые есть Уже половина всего есть Даже морда приехала Половина Я рад что ты вернулся Я тоже рад Я отдохнул Ну выглядишь свежо Свежо Может на Байкал? Это можно Нужен Мерседес 20 Будет день и будет пища Давай разберемся С насущными вопросами Да Хорошо Ну в принципе все Ну Завтра будем Собирать гуля И решим вопрос С этой шушлайкой Господи вы не представляете Сколько нужно Всякого мелкого говнища Чтобы собрать Этот гребаный Мерседес Причем какие то Наклеечки Фигеечки Я что то потерял По дороге Что то упало Вот это все Это Благодарю вас Это все Вот эти вот Как это правильно Антипротирочные Наклейки Вниз на пороге Чтобы пластик Краску не затирал Их тут Херово туча Просто херово туча И все их надо При замене При сандали Переклеивать Новый моторчик На омыватель фар Он у меня уже Тысячу лет не работает Я как Тоже Краильчик Экономчик Говорил Зачем он мне нужен Так будет экономнее Не будет расходоваться Лишняя Незамерзайка На фары Потому что она Один хрен ничего Не отмывает Но Мышь за сток Смотри Какое говно Причем это оригинал А есть хоть значок На коробке Не Должен Да походу Нет уже Ну короче Как то так Добро пожаловать В этот яркий мир Оригинальных Запчастей Из Китая Так Что нам надо наклеить Вот эти хрени Вот эти хрени Это жопа Его тяжело Вообще было разбирать Нет Нормально Да Для этой машины Неплохо разобралась Последствия Какие у нас Что значит Для этой машины Неплохо разобралась Вообще Что ты вкладываешь В это понятие Для этой машины Неплохо разобралась Нормальная машина У тебя даже живые Крашены Передние бамперы Они соединяют Бампер и крыло И они живые Ну и мне это Очень радует Короче как то так Сейчас будем Все это дело Собирать А то есть Вот эта вот хрень Вот эта вот Клеится вот сюда Вот так вот Чтобы бампер Чтобы бампер Не тер крыло Кусать Царапать А получается И на передние крылья Такая же хигня И на порожке Ну на порожке Да Я видел Снизу там пластик Ну не С одной стороны Конечно хорошо А с другой стороны Храни его Господь Я в шоке Просто Весь мир на скотче Причем Это Орига Оригинальный Скотч Мерседес А Жек Только давай Ровно клей Я тебя очень прошу Сейчас все сделаем Ты лучший Готов утонуть? Да Я предлагаю так Ты вытаскиваешь Я пехаю А тогда надо было так Сразу сделать Не замерзай-ка Хороший Финский Оп Готов? Сейчас Сейчас Моменты истины Насосик Что у нас Чтобы тебя поменять Мама Мама Давай Дехай Ты лучший Как просил Да Короче Я честно говоря Не знаю Что на Гиле Есть подогрев бачка Я смотрю Помпу Антифриз И хоботы Идут сюда Интересно А там есть термостат Как в старых мерседесах Или уже нет Нет Внутри кипятильник Стоит А я думаю У тебя Помпка Которая нагоняет Это все Да понятно У термостата Должен стоять Чтобы там Температура соблюдалось. Короче, насос поменяли. Осталось только собрать, но это уже не так информативно. О результатах сообщим. Георгий Александрович, приветики! Здорово, здорово, здорово. А что это у вас тут продиджи набалтывается? Это нафталиновая музыка. Я никогда не думал, что я скажу, что бродиджи или продиджи. Это нафталиновая музыка. Я знаю его, поэтому не знаю, почему нафталиновая. Ну, потому что она уже для команды Старперс. Ну ладно, у вас свои вечеринки. Как там мой гыль? Ты что так рано? В смысле рано? Я готовлю тебе сюрприз. Я не хочу, чтобы ты просто его увидел. Я хочу, чтобы ты его увидел. Он прям качественный, он прям блестит. Поэтому я хочу тебе завязать глаза и пойдем ставь Теслу. Я на самом деле так соскучился по паровозике, по своему, по сарайчику, вот на этих вот батарейках ездить. Уже сколько можно, Тарас Сергеевич? Хочется как-то... Ну, ты можешь на галя пересесть, ты можешь от Теслы ключи отдать. Я покатаюсь на батарейках, я человек современный, так сказать, я все. Нет, у меня приложение в телефоне, так что все, я без ключей. Ооо, все понятно. В общем, технологии взяли свое. Все, был пацан и нет пацана. Так, все, Георгий Александровичу завязали глаза. Все, видите, он ничего не видит. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Я настраиваю прибор. Тише, тише. Да мне не надо настраивать прибор. Все. О, Андрюха, ты здесь? О, Андрюха, Андрюха тут. О, Андрюха, привет. Это лучший мастер в Евроавто в кузовне. Могу прям так сказать. Да. Пойдем, пойдем, я тебе покажу твой автомобиль. Ты его потрогаешь сейчас. Где моя пушечка? И ты будешь просто в восторге. Вот, 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 она, вот она, видишь? Нет, это что-то грязное. Это что-то грязное. Ну, вот ты какое, смотри, руки у тебя чувствительные. Причем на Камрюху похоже. Ну, вообще нет, это Мерседес, если честно. Ну, ладно, это не твой Мерседес, Георгий Александрович. Вот он твой Мерседес, я тебя его привел и раз, трогай, вот. Бля, как-то разобранно, не собрали, что ли еще? Нет, 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 ладно, ладно, это не твой Мерседес. Мы уже близко у него, вот смотри, вот смотри, что у тебя теперь. Да, это тоже, а, это то, что, а, это типа Камрюха на Мерседес. Нет, в смысле, это Камрюха Мерседес, ты что? А какой кузов? Георгий Александрович, потрясающий кузов у тебя теперь, потрясающий. А, подожди, подожди, под фаром. А это, походу, 212-й. Георгий Александрович, я не знаю тебе людей, я в них не шарю. Это не моя машина. Все, ладно, вот, все, вот она, вот он твой великолепный автомобиль Гыль, вот он. Чувствуешь? А что мокрая? Георгий Александрович еще не высохла. Точно Гыль? Ну, потрогай, скажи, гыль, не гыль. На крузак похоже. А, нет, вот, ребра. Угу. Что еще, какие, раздельное питание, давай людям покажем раздельное питание. Андрюха, ты здесь? Да, да, да. Вот, вот, о, чувствуешь оно, да? Рис, сосисишка, салат. Все правильно, да, да, вот он твой рацион, красава. Эх, 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 эх. Да, ть, он теперь уже лет не будет. Я вообще, я никогда не думал, что я сделаю вот так. Георгий Александрович, ну, я с Теслой так не делаю, может током шарахнусь, вот я вот тоже думаю, что это не так, я реально так по нему соскучился, это что-то, как заправки, колонки эти, да, тракторный дизель, когда электричество будет стоить на платных заправках, в Москве, кстати, уже много платных, очень много платных, и бесплатных там меньше, 15 рублей киловатт совсем охренеть, тут дизелечек, дизелечек, 50 рублей, солярку с автором, 51 рублей, ну все, принимай аппарат, а посмотри, я попробую на фары побрызгать, мы моторчик поменяли, а у тебя что, не работало, ну, давай, 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 попробуем, о, есть, есть, работает, да, у тебя смотри, как все серьезно, ну, еще один раз только обшивнуло сейчас, вот, вот еще раз, огонь, огонь, смотри, зато еще раз надо теперь машину помыть, как мне нравится, все вообще в воде, ты просто сядь в тачку, ты прочувствуй вот это все, вот что, просто сядь, сядь, сядь в гуля, сядь в гуля, сейчас включим свет, боже мой, какой же это кайф, а, ты запах этот почувствуй, запах кожи, не очень молодого, не всегда дермантина, да, конечно, планшетик такой себе, и аукс, еще по проводу, флешка, зарядка из каменного века, подстаканнички с держателями, ой, вот этот звук, приборы вот эти вот из каменного века, как мне он нравится, не соглашусь с тобой, лучше Тесла, а я решил продать Тесла, да, да, ну ладно, мы над ней поиздевались, мы все поняли, поэтому можно продавать, да, да, нужно Model X, нравится, тебе не надоело меня троллить, нет? Нет, нет, этого никто не должен видеть, вот этот человек, зная мой перфекционизм относительно автомобилей, я искренне думал, что с годами он пройдет, но он почему-то не прошел, и вот сейчас при виде хорошо отреставрированных арок покрашены, там еще снизу антикор, сейчас покажу, а я смотрю вот на эту вот железяку, я сразу могу сказать, вот эту железяку, отойди, отойди, вот сюда, короче, кто-то шарахнул прошлому хозяину, честно могу сказать, кто-то шарахнул прошлому хозяину, и давай все-таки ее поменяем, чтобы вообще все красиво было, нет, наличие закажем, поменяем, ну правда, я понимаю, что она денег стоит, но давай поменяем, поменяем, не вопрос, а тут смотри, а, Сергеич, прям все, космос, герметик на месте, здесь все на месте, все огонь, спереди, красота, и причем с той стороны, с обратной стороны крыла, там антикором замазали, я не знаю, сейчас видно на камеру или не видно, но должно быть все обработано, чтобы не гнило, огонь, а сколько, обычно, сколько ждать эту наклейку, наклейку, эту накладку, 3 дня, чуть-чуть, совсем чуть-чуть, Андрюха просто давно не снимался, он сейчас камере к камере не привык, здесь немножко стесняется, но ему, тем не менее, лайки, заказали, заказали, побежал заказывать, все, нет, у меня просто сейчас есть несколько вариантов, либо я уезжаю на Геле, оставляю Тесла здесь, у вас есть 380 вольт, там, шпакаю, в розеточку подзарядить, 3 фазы, 3 фазы, да, о, где, о, о, новая услуга, понимаешь, Евроавто можно заряжать Тесла, ну, корвет, кстати, тоже пушка, я хочу на Геле уехать, я соскучился по Геле, ну, реально хорошая машина, причем реально, как бы, если мне сейчас предложили, что, Георгий Александрович, что ты продашь, Геля или Тесла, я продам Тесла, Мерседес, надо отправить, что сделать? Мерседес надо отправить, да, может, они посмотрят это видео и пришлют, тянувого Геля пришлют, скажут, о, говорит, вот, чувак, правильно, говорит, Тесла ваша, вот, есть, да, и тут Илон Маск посмотрит, скажет, а вот тебе, и Сергей, и Теслу, Теслу мне, которую самая, Эско новая, которая вышла, как она, плат, это, ебро, разъебел, нет, тонкая, но не такая, граната не той системы, угу, ну, что, не, 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 подожди, ну, что такое, мы еще ни разу, не, не было такой стазы, чтобы не, 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 не зарядились, ну, ладно, сунемся 220, у меня есть, ничего страшного, а, Сергей, что же такое, на радостях, сейчас, говорит, зайду в PlugShare, отмечу бесплатную зарядку в Евроавто, да, в Евроавто приехал, тыкнулся, все, представляешь, сколько лифов понаедет, просто, о, у вас тут зарядится, все дела, кстати, кстати, бесплатная идея, бесплатная идея, господа, руководство Евроавто, когда вы посмотрите это видео, представляете, на сети, значит, СТО, сделать бесплатные электрические зарядки для электромобилей, все, все, представляешь, сколько лифов будет под воротами стоять, у которых пробега 100 километров, конечно, и тут же сразу обслуживание, ты какой-то грустный стал, почему, он представил эту армию лифов, армию лифов японских, да, наша зарядка, хорошо, нам просто нужно до 220 землей, мы сейчас все сделаем, господи, вот это сигнализация, вот что значит безопасность, аларма, может еще, ну что, попробуем впехнуться в розетку, давайте попробуем, обрати внимание, на что, смотри, лукойл, и все равно внешняя сеть, ты понял, да, готовится, красавчики, Тарас Сергеевич, хочешь в розетку пехнуть, да, я бы в эту пехнул, я могу в эту пехнуть, давай, это нам не пригодилось, да, нам нужно вот это, тебе этот конец, давай мне этот, мне этот конец, амперы будем выставлять сразу или потом, не, 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 давай сначала, сначала выставим, подожди, ну, чтобы не сильно-то и оборзеть, поставим, наверное, ну, что-нибудь стандартное, например, шестнадцать, пехай, поплевал, да, так, чтобы качественно вошло, оп, приняло, все, пошло, как родное, а теперь хотите поржать, чего, двести двадцать вольт, шестнадцать ампер, заряжается, но тебе, по-моему, до тридцать двух, можно, ваше предположение, сколько времени, а, кстати, фигня, ну, да, восемь часов, в принципе, на ночь поставил, и все, короче, у нас сейчас, двести шестьдесят семь верст, и, соответственно, до девяносто процентов, до зарядки, это где-то, триста восемьдесят, восемь часов, не, долго, 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 да, слушай, меня на даче, на даче, дольше показывал, дальше он говорил, приходи через тридцать, и учитывая, ну, здесь шестнадцать ампер стоит, если ампера поднять, ну, как бы, до четверток, а и двух, нет, тридцать два, ну, где, да, что, да, да, не заземляно, давай, давай, уберем стеклышко, заберем гуля, и поедем, а Tesla зарядится, завтра заберем, ну, нормально, все равно вечер, что, я не шути, что, ты на педали же, тормоза ждешь, когда он запустится, сам, нет, я кайфую, и в твоих глазах, читаю, бегущую строку, Георгий Александрович, совсем чокнулся, только, какое-то, старое говно, тут, понимаешь, Tesla, даже чек не горит, даже чек не горит, господа, кондей, кондей, это хорошо, кондей, качественно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, обязательно комментируйте, дальше будет только интереснее, я думаю, что, опять же, Tesla мы продадим, Тарас Сергеевич продаст свой Audi, и все-таки, что ни говорите, но, проект, я на своей девяточке, должен существовать, короче, маленький инсайт, смысл в том, что Георгий Александрович решил все-таки, окунуться в прошлое, дело в том, что, у меня были все автомобили, классика, там, иномарки, Volkswagen, и BMW, но у меня, ни разу не было, переднего привода, не было зубила, а поскольку, есть такое выражение, да я на своей девяточке, да, есть такое, я решил все-таки, заполнить этот пробел, приобрести девяточку, в общем, ищем девяточку, да, короткокрылую, обязательно, и весь советский тюнинг, туда внедрить, вебера, там, вот это вот, вебера, это, о, нравится, вебера, хочу посмотреть, как это будет, но это уже, в следующих сериях, в общем, когда придет накладка, приедем на Геле, поменяем на Геле, и как раз, Тесла зарядится, все меры, добра, удачи, до новых встреч, пока, кстати, Тарас Сергеевич, тоже Ауди продает, да, да, продаю, пишите, о чем? 750, недорого, недорого, машина хорошая, дизельная, в принципе, недорого, я прям, нравится, ладно, всем пока, пока, Субтитры подогнал «Симон»